Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV. Ну что, еще раз всем доброй ночи. Ну, судя по часам, у нас раннее утро уже, начало пятого в Москве, где-то там дальше, не знаю, в Екатеринбурге уже на работу пора во вторник. Ну, на работу ходить не надо, потому что, как пишут всегда, вот это любимое у меня вот эти вот дни. Вы все понимаете. Ну что, последний матч, мы готовы его комментировать на сегодня. Все четыре стрима, как всегда, работают. Адреса очень сложные. Starluder 1, 2, 3, 4. Поэтому, вы знаете, как их юзать. Мультитвич, все на одной странице. Ну и мы с Астом приступаем к последнему матчу, который комментируем мы. Играет между собой Union Gaming и Топ-5. Давайте глянем турнирную таблицу сначала, чтобы понимать, где вообще эти команды находятся. А находятся они очень близко друг к другу, потому что у нас вот последний тур очень крутой. Сейчас на четвертом стриме играет первое и второе место LiquidNAR. А на нашем стриме играет третье и четвертое место Union Gaming Топ-5. Так что вот будет интересно, и Рубилова. И кто-то закончит день 4-1, и завтра утром проснется с четкой такой, не знаю, уверенностью, что... Да я же один из главных претендентов на попадание в Сиэтл. Да я же Топ-5, да я же Топ-3 Америки, скажет, пацан. Ну, типа да, хоть и команда называется Топ-5, но я же Топ-3. Все нормально. Ну что, первый пик дерева. Если вы нас смотрите в стриме, то вы еще не знаете, что мы думаем про дерево. Если вы нас смотрите в Dota TV, то вы уже все слышали, что Дима думает про дерево. А дерево — это хороший герой. Да. Но мы видим Union Gaming герои повеселее. Вот Вич Доктора нам с Инвокером и Фурионом почему-то показывают, которого у нас нет в пике, но может он будет. Как-то его знает вообще. Кроет уже не только нас. Вот теперь нам показали нашу деревяшку. Кстати, ты посмотри, какой винрейт у Вич Доктора с деревом. 75 процентов. Да, и он только увеличивается с каждым днем. Я пока вообще не верю, чтобы это сейчас кто проигрывал. Слушай, а я не знаю, сможет ли Рома показать нам, чтобы нам показали, сколько винрейт Вич Доктора на этом турнире конкретно. Тут Тайт Хантер, все, но они вообще-то не могут игру проиграть, по-моему. Тускара не хватает для врыва. Вообще никак. Ну пока, вот мы смотрим так, да, вот Тайт Хантер пока идеален. То есть, смотри, 2 мили, он минует двоих контур. И Эмбер Спирит Лас Пиком. Да, это Азабей, это победа. Я тут вообще не понимаю, как вообще можно выиграть у Эмб, у Тайт Хантера с Вич Доктором. Да. Но ты понимаешь, что один хилит, а второй просто идет с Кракеншеллом и с Санчо Смешем 4-го левела. И его не то чтобы бьют, его хиляют просто враги. Там до победы не дойти. Никогда. Ну что. Кстати, да, надо включить дефолтного аннонсера. Ну вот, кстати, Вич Доктор-то, я думал, если честно, получше винрейт. А у него все равно все 4 с 7. Подожди, Вич Доктор что, только у нас на стриме играет, что ли? Я не понял. У остальных комментаторов, что ли, Вич Докторов нету? Что, только у нас, по-моему, 7 Вич Докторов. Ну, знаешь, вообще я смотрел вот другие стримы. Вот почему-то вот там у людей хускары бегают, знаешь, топадает веселуха-движуха. А у нас тренд протектор в каждой игре просто. Он бегает и армирует своих ребят. Кстати, по поводу команды топ-5. Пока еще началась игра, я очень быстро попрошу сейчас нашего режиссера показать нам профиль команды топ-5. Пока нет драк. Так, вот именно их я имею в виду фотографии и так далее, если они у нас есть в базе. Они должны быть у нас в базе, чтобы вы понимали, что происходит. Вот теперь вы понимаете, что происходит? У этих ребят есть одно общее. Они азиаты. И они, если я не ошибаюсь, представляют то ли... То ли они все гонконгцы, то ли они все китайцы, но которые проживают на территории Америки. То есть, ну и вот их соперник Union Gaming. То есть, может быть, это намек. Мы знаем, что любят, любят, скажем так, китайцы поигрывать в доту. И вот здесь все возможно. Ну что, смотрим игру. Итак, топ-5 диджей. Просто отличный никнейм у Тайтхантера. Он идет в сложную. Качает, конечно же, Anchor Smash. И это просто пища для факера. Прям настроение поднимает. Очередной Fly у нас. У нас будет уже три Fly'а на этом интернешнале. Fly' из топ-5. Fly' из Empire. Fly' из Fnatic. Одни Fly. Мухи прям налетели. На Вич-Докторе играет чувак с ником Whatever. Просто шикарный никнейм. Ну и Шанкс играет на дереве. В легкой Pet Soul играет на Миране. Ну и еще, наверное, пока познакомимся с Union Gaming. Здесь товарищ с ником Angel играет у нас на Кентавре. В сложной. В миде вот товарищ Сидирал, про которого говорил вот здесь на аналитике буквально вот пару минут назад. от God Hunt, что надо обратить на него внимание. Потому что, а не, Версу-то, что вот очень жесткий чувачок. Стоит он в миде снизу. На Слардаре фармит у нас. Блин, Никис тяжело читается, конечно. А, это как раз таки Иво на Слардаре фармит, да. Ну и Ерихо и Сден Риз ему помогают. Все. Кризис разобрались, но лучше называть мы их будем по героям. Ники очень сложные у ребят. С непривычки, скажем так. Вот. Хороший лаунап у нас для топ-5. Тайтхантер, который способен соло трех миллигероев своим ангерсмешем накрывать. Если он это сделает драки, то, наверное, драка почти выиграна. Одним этим спилом. Не считая уже Вичдоктора, Тринта, да. И все такое, что нас убивает. И, ну, это ключевой фактор в игре. То есть, у АГ или УГ им нужно каким-то образом вот этот Тайтхантера Донкерсмеш убивать. Да, ну потому что если он действительно того же Эмбера хотя бы ангерсмешнет, ну, даже двоих Эмбера и Слардар, да даже одного Эмбера, уже беда. Да, то ДПС резко падает. Лайнап в центре у нас инвокер стоит против Эмберспирита. И инвокер пока здесь на коне. Эмберспирит, наверное, для него это самый противный матчап, потому что тебя нон-стоп бьют с руки, тебя харасит. А тут снизу, смотри, рвается на Тайтхантер. Тайтхантер начинает драться, дает Анкерсмеш у нас Дизраптору. Слушай, ему вообще плевать, смотри. Тут просто плевать. Да, он может побегать. Он, правда, завязал ран Анкерсмеш, потому что... Да, он все равно здесь выживет. Ну, почти-почти. А что, Смеш сейчас еще раз надо езать? И фласочку, и фласочку. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну, это нормально вообще сейчас было? Вот это вот сейчас нормально было? Тайтхантер. Короче, ну вот он Анкерсмеш первого левела просто. Чувака месили 15 секунд трое. Со Снордаром потратили всю ману, все станы, все скиллы. Он просто ушел домой. Все. А он не потратил нифига. Ни фласочку, ни танго. Ничего не потратил. Он просто сей. Он просто шел. Просто на морозе он на самом... Я не могу этого героя. Но это круто. Самое главное, что он еще почти ФБ сделал. Да, кстати, он мог бы сделать ФБ. Действительно, если бы он еще и развернулся и начал с этим Слордаром драться, ну там бы его эти рейнджовики убили, на которых Энчурсмеш не подействовал, поэтому он не стал драться. Он сейчас с ТП просто влетает. Настолько наглый, что он с телепорта влетает. И пошел дальше воевать. Топ-диджей. Ну и, по-моему, его здесь не взять. Он сейчас качнет пассивку на второй урон. Его вообще не взять, да. Она будет снижать в два раза урон. И поэтому тут можно спокойно стоять и всю ману у саппортов впитывать. Вот, кстати, вот. Как у нас звали того парня на Дарксире? Вот он... Кейкс? Да, Кейкс. Так вот для Кейкса это, наверное, был бы лучший герой вообще в доте. Да, вот просто хочешь идти пофидить, идешь, пытаешься, фидишь. Они тебя не могут убить. Что вообще происходит? Непонятно. Варяжно чувствует себя Тайтхантер. Бегает у двух саппортов, забирает всю Икс Пусть. Сейчас Рубик может его поднять. Давай, давай. Нет, не поднимает. Пофиг, у него еще дерево есть. Ты понимаешь, это не просто Тайтхантер. Это Тайтхантер, у которого есть еще дерево. Его и так бьешь, он неубиваемый. А тут еще дерево на него бросает Ливинг Армор. Он еще и хиляется, когда ты его бьешь. Ну это вообще издевательство. Просто на него реально въедет Слардар. Он даст стан, он начнет его бить. А он будет стоять и хиляться просто возле дерева там, да? Пофиг будет. Ну тут по центрам, конечно, побегал. Третий левел уже есть. Давай, анчерсмеш. А, нет! Выход сверху. Слушай. Выходит сверху. Выходит у нас на Энджела. Врывается у нас дерево. Врывается Мирана. Касочки. Саундстрайк. И Кентавер приплывает. Ну и топ-5 зарабатывает ФБ. Так вот, я что сагрился? Потому что там еще Тауэр, кстати, сейчас заберут, наверное, топ-5. А Тайтхантер-то у нас не терпила. А Тайтхантер-то гаш вкачал просто. Тайтхантер сейчас еще убивать пойдет эту триплу. На полном серьезе. Ну что, ну, что там? Нормально все у меня. Я никого не боюсь. Стики есть. Ну, на самом деле, я хочу сказать брау. Потому что вот эта вот такая раскачка, это, ну, нужны стальные яйца иметь, чтобы иметь смелость в 1 и в 3 себе демош качать. Да, против вот такого количества дизайдл, которые... Ну, там два стана есть, там есть Глимпс, то есть там какой-то Кинетик Филд. Ну, Кинетик Филд не стал качать Жериху. Потому что если бы он здесь качал Кинетик Филд, это, наверное, для самой команды топ-5... О, для самой команды Юнион Гейминг была бы проблема. А то закроет себя вот рядом с этим Тайтхантером. На тебя сработает Энчер Смеш. Ну и что дальше? Тауэр на топе упал, забирает его крипы. И первая вышка для топ-5 в миде Инвокер, у которого все просто отлично, у которого есть ассист за Ферстблат, у которого 1200 голды, у которого крипта 26-17 против 19 на 8. Ну и топ-5 начинает намного лучше. Отличная связка. Оба героя, они помогают друг другу. То есть у нас дерево стоит сверху, оно помогает Инвокеру с Регеном и Хараси Эмбера. Помогает Тайтхантеру снизу. Так вот на Тайда напали. Ну, это такое, то есть его бьют, он дает Танкер Смеш. У Слардара 28 дэмэджа, а у Тайтхантера у него 20 блока дэмэджа. То есть 8 урона. Да, да, да. 8 урона, да. И причем у него 8 хп в секунду Реген. Это значит, что его... Слардар его тупо не бьет. По 0.5 он его бьет. Ну это же издевательство какое-то. Ну да, да, это было у него 8 Регена, это просто он схавал Тангусик. Так у него 1 Регена. Но представьте, да, что будет, если он купит себе хоть какое-то колечко. Да, если он пойдет, вот сейчас пойдет купит за 875, купит кольцо, то ему типа будет вообще плевать на этого Слардара. Ну, правда, если он успеет заюзать Анчер Смеш, ну вот ты смотри, он не успел, сейчас могут быть проблемы. Он только сейчас юзает. И... Били его серьезно. Ну, дерево помогает. Чуть ТП зачем-то кто-то юзнул. Ну, 4-й левел Тайдхантер в 2 Кракеншелл. Сейчас будет в 2 Анчер Смеш. Кстати, еще и дэмэдж будет наносить дак. Ну, я не знаю, будет ли он качать Анчер Смеш дальше, но, в принципе, я думаю, будет. Ну, обычно качает, потому что кулдаун все-таки 4 секунды и 7 секунд. Напали, на флая и убили. Толпой огромнейшей, втроем. Есть первый фрак. Да, потому что действительно там рейндж больше и дэмэдж все-таки еще и начинает наносить, как ни крути. Тут у нас теперь понимает... Понимает у нас УГ. Правильно УГ называют? Да, но Юнион Гейминг. А, Юнион Гейминг. Ну, УГ лучше их не называть, потому что народу не то подумает еще. Да, Юнион Гейминг понимает у нас... Некультурные эти комментаторы. Понимает у нас, что нужно что-то менять, потому что фактически сейчас в топ-5 они выигрывают 3-лайна. То есть мало того, что Тайдхантер стоит снизу и развлекает трех героев, так при этом инвокер в центре фрифарм и сверху у нас Мирана фрифарм. Поэтому нужны ганги. Кентавра оставляет сверху теперь одного, чтобы он смог взять 6-й левел и нужны действия саппортов. Снизу вот эти саппорты, они уже не нужны. То есть у нас стоит Дизраптор, но он стоит и он вообще ничего не делает, кроме как вот один нюк на единичку Тайдхантера. По итогу Тайдхантер он стоит и свой фарм получает. Да, и в итоге вот действительно у Дизраптора этот глимпс в 3, зачем он ему в 3 и вообще... Если он не гангирует никого, если никуда не выходит, ну как бы, ну смысл с глимпса. Выйди в мид с третьим глимпсом, выход в мид, самое, ну первое, что надо делать, конечно же, на 5-м левеле. Ну да ладно, смотрим дальше на Тайду, у которого сейчас будет реведж. А, Тайд говорит, окей, у меня минус 10 армора, это, конечно, неприятно, но это не меняет того, что у меня в 2 анчер смеш, и я еще и урну себе купил. Интересно, это он билд себе собирается сделать Слордар. Он собирается делать фаст армлет, поскольку у нас в топ-5 бурста такого, ну, жесткого нет, то есть единственное, что у нас этот ультимитайт хантер и прокаст, и если Слордар под такой, под этой движухой выживает, то дальше он может спокойно микрить, нападать на Мирану, нападать на инвокера и постоянно вот на морозе выживать. Очень крутой. Опять-таки надо замикрить, как бы вот мы обсуждали, что в прошлой игре они проиграли у команды Shadows and the Pass, да, вот ребята из Union Gaming, и сказали, что, ну, там на тролле вот не хватало у Ива, скажем так, личного скилла, то есть вот не доигрывал, то есть действительно не вовремя там переключался и так далее. Ну, посмотрим, как у него получится здесь с армлетом, самый многострадальный Ива, из-за которого там столько скандалов и разговоров было. И теперь ему этот армлет нужно окупать. Сейчас он стоит, ну, у него армлет он ни разу не включается, нужно с ним что-то делать. Например, бить тавер, нападать на стартарда, хоть что угодно, но каждый артефакт он должен использоваться. Используй его. Ты его внушаешь, что ли? Ты же понимаешь, что он перуан, с ним надо по-испански, а ты... Ну, кстати, вот это был огромный фейл сейчас Тайтхантера, хотя... Тайтхантер, пошел. Отличная пауза! И дисконнектнуло с Лордаром. Так, кто у нас делает ТП? Бежит сюда у нас ТП, делается... Мирана? Да, это Мирана делает ТП. Ну, так, Слардар, спринт у него есть, Слардар уже уходит. Скорее всего, Кентавр здесь погиб. Скорее всего. У Кентавра сейчас 30 дэмэджа, у Слардара дэмэджа, конечно, намного больше, потому что у него все-таки армлет, у него дэмэджа сейчас 70. Тайду тут плевать, Тайт тут выживает, это 100%. По Дармару на длита особенно-то. Да, да, да. И единственный вот шанс убежать, это ультимейт Кентавра. Если он прямо сейчас реагирует, прожмет, то, возможно, только одного заберут. Потому что, ну, так будут двое минус. Ну, может, и никого не заберут, если Кентавр вовремя ультанет. Ну, да. Тут еще есть такой момент интересный, то, что у нас Слардар не качает баш. Обычно, обычно, ну, берут баш хотя бы в единичку, потому что вот этот шанс, он необходим, чтобы сбивать ТП, чтобы бить героя. Да, вот зачем ему в два спринт, я вот не совсем понимаю сейчас. Да, а спринт он дает 8%, которые сейчас вообще не окупаются. То есть ты стоишь на лане, ты добиваешь крипов, и тебе нужно быть сильным именно в драке. Такой необычный биллт у Слардара. Ну, кстати, видим, что подходит у нас еще и Вич Доктор. Он крадется. И видим команду. Да, нам он показывает Union Gaming. У них 2-1 стата, но так у них 3-1, потому что у них, я так понимаю, техническая победа над... ЕХА, которые оказываются... Над ЕХАками в первом раунде. Которые, оказывается, еще что-то могут. Да, у которых 2-3. Ну вот, ну что, давайте смотреть, что будет. Дроп на Иво. Он будет убегать. Ну что, выживет ли Энджел? Надо ему Стампеда юзать уже. И-и-и, боже, что происходит? Психологическая атака на команду ТОП-5. Хаткейс сбились. Вот, теперь хаткейс готовы. И-и-и, гоу. Так. Ментавр побежал. Слардар побежал. Патма здесь. Патма липается. Стрела в никуда. Но Слардара можно ловить. Слардара... И-и-и, отличный сонстрайк. Патма добивает. Да ладно. Еще нет. Ну там, ладно. Врывается здесь Кентавр. Бьет Кентавр. Кентавр сразу паует. Слардар на развороте. Микрит с Армлетом. Отличный контроль. Начинает бить Мирану. Миран также падает. И-и, вот это Армлет. Вот это Армлет он показывает нам. Вот то, что ты говорил. Вот правильно размикритит. И ты смотри, еще дерево здесь, скорее всего, убьют. Его возвращают на Глимс. И это минус 4. Это блестящая игра вообще от Union Gaming. Согласен. Вот тут, конечно, Ива на Слардаре. Он таки погиб. Но суть не в том, как он этим Армлетом отыграл. Просто фантастика. Каждый конкретный момент казалось, дайте ему все на все. Один удар. Он там едва-едва выживал. Но здесь шикарно. Просто вот. Тапок Армлет. Девятая минута. И вот показывает, как надо. Как надо правильно действительно реализовать этот артефакт. Но это ты у него выпросил. Если бы ты не попросил, он бы не начал правильно действовать. НЛП активно внушал ему, чтобы он… Да, да, да. Использовал свои артефакты, да. Потому что, ну, увы, я такой. Я за то, чтобы все, что у тебя было в Интере, использовалось 24 на 7. То есть, будь это доминатор, армлеты и прочая штука. Ну, доминатор, который люди покупают и переманивают одного крипа за игру, это по старой доброй поючке, уй, там же кулдаун был 300 секунд когда-то, да, поэтому... Да, многие до сих пор не отошли. Что там был кулдаун 300 секунд, и можно действительно разочек за игру там... В центре у нас стрела в Эмбер Спирита, и Эмбер Спирит падает. У нас Эмбер Спирит есть в игре. Это, кстати, новость. Одиннадцатая минута, ну, окей. Барабаны он себе там должен был купить, я так понимаю. Курица, а нет, не купил еще барабаны. Да, но барабаны, на самом деле, не самый лучший умер. Тут снизу Слардар сражается, он, смотри, очень красным остался. И вот, посмотри, подался у нас Слардар против Тайтхантера. Слардар почти умер, то есть у него 10 хп, а Слардар почти фуловый. Ну, Тайтхантер почти фуловый, да. И плюс Слардару тут очень опасно с его армлетом, потому что есть инвокер. И не стоит никогда забывать про инвокера. Для инвокера тоже главная задача, это в первую очередь вот ждать-ждать момент, чтобы где-то появился этот Слардар. И вот сейчас попытаться его как-то там санстрайком зацепить, то есть это, в принципе, можно делать. В центре, у нас идет выход, опять стрела попадает в Эмбер Спирита, врывается миром, кастует ультимейт. Все убегают друг от друга. Ну, Тесантер тут красавчик, хорошо сыграл и может погибнуть. Ох, хорошо, так как цепанули у нас Вич Доктора. Ну и Эмбер в итоге не самую идеальную ситуацию для себя придумывает. Но инвокер забирает Рубика своим санстрайком. А в мид пришел у нас Тайд. И топ-5 хотят подраться, а там с ДД товарищ Эмбер. Не надо драться с Эмбером, который с ДД не самое выгодное это решение. А вот Тавер забрать надо с ультом Тайда, это бесспорно. Надо просто идти его и забирать. Ну что, с ДД сейчас просто Эмбер всех поубивает здесь. Ему еще раз распрыгаться и еще будет больнее. Ну вот вот так вот просто он будет прыгать с ДД и пробовать тут запуш. Диджей, топ-5 диджей пошел в атаку и Тавер мы не забрали. Ну, Тайд будет убегать. Ой-ой-ой, Тайда вернули! Кентавр, стан, Тайду пока пофиг. Его спрятали, ага, нападай, нападай на Тайда это называется. Тут, блин, действительно с этим новым патчем еще непонятно, правильно ли вот это вот решение нападать на Тайда или может на его, на его впень? Или правильное решение, что так изменили Анкор Смэш, потому что, ну, как по мне, это на самом деле... Слишком. Это огромный претендент на попадание на Интернешнл, как вот часто пикаемый герой. Ну, в сложную, да. Вот в сложную мы увидели Тайдхантера, который очень часто... Ой-ой-ой-ой, ну, тут не повезло. Инвокеру, скажем так. Не знал, что тут стоит Центривард, ну и мы видим, абсолютно на ровном месте зарабатывается фраг. Ну и Слардар, 1500. Он что, дальше Даггер купит, что ли? Это, кстати, было бы вообще великолепное решение от Иво, если он купит здесь Даггер. И так вполне он и может сделать. Ну, учитывая, что у него есть армлет, и то, что его нужно реализовывать, да, Даггер это самое лучшее решение. Еще очень хороший вариант будет купить себе ПТ-шечку и хотя бы на единичку прокачать баш, потому что Слардар огромное количество атаки, ну, именно скорость атаки, он будет это часто делать, ну, часто башем промышлять, поэтому уже пора этот навык, ну, в дело применять. Собирается у нас вся компания снизу, понимает, что здесь у нас выходит агрессия, поскольку у нас в центре никого нет, сверху стоит один Кинтавр, то снизу будет экшен и защищают. Дают время для Тринта этот Тавр охранять. Выхилять. Да. Скажем так. Ну, инвокер в миде продолжает вот с Мидасом получать экспу, получать денежки. 11-й левел у него скоро будет. 2 500 у него уже денег. И, в принципе, все даже очень хорошо. И вот он смог, вот он смог. И побежали топ-5. Вот так вот решили топ-5. Нужен, нужен Тайтхантер. Нужно дать Рошану Гуся, и тогда его будет попроще забрать наверняка. Ну, и так мы видим, что есть медальон, но вот продать дерево тут и... Не очень так хорошо, пока вытанковый. Да, да, действительно, без гаша здесь вряд ли заберешь. Ну, заберешь, конечно, но это очень много времени займет. Но решили, наверное, что это слишком палевно будет топ-5, потому что если они сейчас еще и Тайтхантером сюда уйдут, сейчас это дерево опять погибнет. Мы сегодня в прошлом матче. Потом из параллельных прошлых матчах видели, как дерево у нас погибало от Рошана. На первой минуте. Погиб у нас еще один Форж Спирит. У нас сейчас будет погибать второй. Нужна помощь, нужна срочная подмога для этого товарища, потому что... Ну, там новые Форж Спириты будут через 13 секунд. И Рошана таки добьют уже вдвоем. Ну, ее еще и стрела очень своевременная, поэтому сейчас надо просто добивать его. Месяц вдвоем, бедный. Минуту просто мы смотрели на это. Ну, и вот он. Аегис. И 3200 у инвокера. А вот теперь вопрос. Что здесь брать инвокера, учитывая наличие Слардара? Тут у нас в центре сейчас разобрали Мирану. Это вот очень печально, что Патма сейчас умерла. Это прям действительно очень печально. Потому что 2-2-2 у нее стата. И казалось, так хорошо начали они на линии. И казалось, такая вот опасная будет Мирана. А у Миранды в итоге мы видим выход в линку, который у нее появится очень-очень поздно. И которая, если честно, не совсем понятна. Инвокер минус Рубик снизу. Вот так. Ну и Т1 на Т1 будет разменивать сейчас. Да, самый лучший выбор вообще для инвокера по такой игре это просто демодж. Видим мы, как у Гэ огромное количество жирных героев. Их нужно убивать. И также видно, что у нас у топ-5 это единственный гер... Ну, и пока один демодж дилер это Мирану. И нужен второй товарищ, чтобы всех этих героев убивать. В итоге инвокер, ну книжка, он собирает книжку. И да, это хорошо, но это хорошо до поры до времени, да? Пока Эмбер Спирит у нас не купит один артефакт, который будет потом фидить его. В итоге, ну, самый верный вариант, по-моему, это Арчит Хекс. Чтобы разбивать лица ребятам. Но он выбрал такой обычный вариант. Помню, как на Старладере у нас бегали эти покемоны. В количестве трех штук Эмбер Спирит жал эту кнопку. И тысячи голды сверху. И так пока удал на 60 секунд. А учитывая, что Некробух сейчас по... Ну, по нерфили. И теперь в центре у нас тут нападение. Нападает у нас на тринф-дотектора. Он езжает блестящий ультимейт. Врывается у нас Вичдокер, врывается Мирана. Старладар убегает. Реведж мимо. Шикарный реведж был. Ни в одного, ни во второго не попал Тайт Хантер. Ну и вот сейчас можно его уже немножко погнобить. Да, потратили реведж, потратили 2 ТП. Потратили ульт дерева. Не убили абсолютно никого. Ну и вот сейчас нервишки у топ-5 должны начинать. И это... Пошаливать. Да, это пока сигнал для Юнингейминг. Потому что без реведжа они... Ну, они слишком хороши. Очень мало станов. То есть мне, ну, цеплять почти нечем. И Эмбер Спирит против такого будет со Слордаром нарезать. Да, у Слордара, кстати, сейчас появится ПТ. Там есть уже Даггер, есть Армлет по-прежнему. 8-6 счет, кстати, по деньгам. Топ-5 ведут 3,5 тысячи. Вот по ХП в нуле фактически. Товара, как ни крути, но минус 3 Таура. Уходит на свою территорию топ-5. Понимает, что Тайт Хантер сейчас бесполезен. И он будет еще бесполезен в секунд 100. Поэтому нужно кучковаться вместе вот на безопасной территории. Что же, Тайт тем временем собирает себе Мекку. Если у него два заряда на уровне, есть Ракон Тапки. То есть, в принципе, ну, пользу он какую-то до всегда приносит. Огромное количество армора. Так, Кентавр на Флая. И очень важный вот сейчас фраг на Инвокере. Потому что теряется Эггис. И пытается, пытается отсюда размансовать ребята из Юнион Гейминг. Да, и никого здесь не поймают. Абсолютно никого. Просто минус Эггис. На ровном месте абсолютно. В лесу. Никак не реализованный. Ну, и до Некро 3 осталось еще буквально там 200 голды. Сейчас появится. Как говорится все на эту иллюзию Кентавра. Бедный. Ну, что? Драку хотят, наверное, Юнион Гейминг. Ну, и вот это как-то даже похоже на драку. Рубик украл у нас Колд Снеп. Неплохо. Ну, а Патма... Блин, вот Патма с этой линкой... Самый бесполезный вообще, наверное, артефакт Набирана. Это забей. Вот она должна быть... Убивакер? Да, ну а что это такое вообще? Слардар развесил здесь. Мы идем апплевать дэмэджи. Тут сейчас очень тонкий момент для Тодд Пайв. Учитывая, что у них Инвокер не собрал Хекс, а Тайтхантер не покупает себе Блинк Даггер на пару с Тренд Протектором, им очень тяжело цеплять. И этот Эмбер Спирит сможет их просто до пенсии своим фистом ковырять. И если у нас сейчас Эмбер Спирит соберет пару артефактов, то... Ну, а он соберет. Он в любом случае соберет. У него 1600, и не знаешь, что он там будет начинать. Будет ли это Блдфьюри или что-то другое. Но Слардар уже в спину забегает и палится Слардар. Сейчас, но он вообще не парится, по-моему, на эту тему. Забрал часть крипов. Ну да, чтобы пушить было тяжелее, потому что здесь всего два крипа. И сплит пушят, ты посмотри, они все правильно делают. Они понимают, что все-таки топ-5 с ультимейтом Тайтхантера сильнее. И начинают нам вовсю качать по линиям. Эмбер у нас летает на центр. Но здесь рискованно, потому что сейчас он не настолько силен. Начинает прыгать, но инвокер Тайтхантеру параллельно. И Тавр падает у нас. Ну-ка. Ну, тут, видишь, распрыгался опять. Есть Глимс, Тайда вернули. Так. Самого нужного, прошу заметить, вернули героя. Значит, за ним все остальные пойдут. Это же Тайтхантер. Там Кентавр прыгнул. Есть стан. Каски полетели у нас по Кентавру и Рубику. Ульт под Мэй. И элементарно в топ-5 не могут начать. Да. Все то, что ты говорил. Нечем цеплять. Нечем. Поэтому надо идти Тавр ковырять. Всем дружно. Климс опять Тайда. Очень далеко. Тайт. Хочет драться. Но вот не с кем. Никто не хочет драться с Тайдом. Ну и Ливинг Армор ворованный Рубиком, кстати. Что тоже важно. А того же Слардара очень поможет. Что, второй Тавр? Пытается, пытается как-то запрессовать. Тайтхантер долгаш. Тайтхантер идет в толпу. Прыгает на него. Тайт. Сайленс выходит. Тайт идет до конца. И, ну, вот я смотрю на него. Утанет ли он. Ну, вот такая. Опять. Этот парень опасный. Палец в рот не клади. Врывается у нас кем Тавр. Отличный стамп по двое. Начинает фокусить. Убивает Тайда. Начинает бить Флая. Флай получает по лицу. Флай у нас сражается. Убегает. Блестящий ультимейт от Вичдоктора. И наносит огромное количество дэмэджа. У нас бегут за Слардаром. Слардар убегает. Переключает Армед туда-сюда. Но. Тыжка залетела все-таки до него. Такая последняя. Два-ва. Два-в-два. Бегает. Что я вообще хочу сказать по итогам этой игры. Тайс Хантер хороший герой. Нервишки шарят у паренька, по-моему. Когда знаешь, тебя возвращают 3-4 раз, то он уже не справляется. Да вы надоели. Нате вам этот ультимейт. Все, цепитесь вы от меня. Сколько можно вообще. Дайте в доту поиграть. Да, тут немножко замучили они этого Тайда. И он решил, что надо, наверное, просто всадить ультимейт. Тогда меня глимсовать не будет. Будет глимсовать кого-то другого. Какого-то ВИЧ Доктора. Или Патму после Липа. Эх, ну что. Драка, по сути, ровная, но... Там Рупал. Да, Там Рупал. Ну, кстати, так что можно даже сказать, чтобы 5-драку эту выиграли. Чтобы потеряли они Кентавра и Слардара, а с той стороны был потерян Тайдхантер и что-то еще там. И ВИЧ Доктор. А, и ВИЧ Доктор. Ну так, слушай, вообще отлично, по-моему. Сейчас Тайдхантер 11-й левел возьмет, скажет, что у меня уже ульт левела 2. Это очень важно. Что я все равно ни по кому не попаду. Так, подожди. У нас сегодня был реведж первый под тавером, который был успешный. А потом было 2 реведжа не очень успешных. Среднее количество попаданий героев чужих на реведж 0. Самый успешный реведж, который вел за последнюю неделю, это Virtus.pro против Альянсов, где они напали на С4 под тавер. Вчетвером на С4, который был у них все. В итоге с реведжем Тайдхантера, который влетел в Карапасе, они опасные тут деманцы. Врывай за Слардар, бьют флая. Ну-ка, Рубик у нас украл. Что-то? Дефендинг Блаз. А, дать мне блаз? Да, и в итоге нюкс из-под тавера спокойно ушел, а реведжа нет. То есть это было самое эпичное применение ультимейта. Ну бывает, то есть это такое. Самые эпичные, это эти гениальные фразы, типа свапают Тайда, до ульта убьем и так далее. Ну да, есть такое. Пока вот, ну, если брать профессиональную сцену, да, ну реально единственная контра Тайдхантера, это только 2. Это статик шторм у Дизраптора и Дум. То есть остальные спилы Тайдхантер может резистить своей пассивкой. Да, ну вот мы видим, что Дизраптор здесь действительно работает более-менее хорошо. Да, Дизраптор вообще отлично работает против многих героев. Но вот конкретно в этом матче мы уже не раз видели, как очень сильно мешает, собственно, ульт Дизраптора. Ну и в шторме, понятное дело, драться тяжеловато. Там ни дерево, ни инвокер, там никто ничего не может кастовать. Да, появился Рошан, появился Рошан, завязали Смок, юзает Энвиз, это, кстати, сильная фишка, то, что тебя наверняка не увидят. Подходит у нас на Эмбер Спирит и есть Рошан. Если они сделают минус, если они смогут его убить, но вот он, наш замечательный пик без станов. Как же хорошо Эмбер Спириту против такого играть, и Эмбер Спирит одевается. Да, ну, пока нет Хикса. Который необходим, да, потому что... Пока нет стрелы там с рейнджа, ну, потому что без Хикса тут всё. Эмбер скоро начнёт убивать. Ну, Эмбер, кстати, тоже такой слоупочный, скажем честно. Там пытался что-то украсть у Патмы, я так понимаю, сбил линку и Рубик. Так вот, Эмбер, кстати, медленный, то есть у Эмбера на 25-й минуте ни черта нету, да, то есть там нету даже Баттлфьюри, и, ну, скажем так, это не самый лучший показатель. Но мы знаем, что как только у него появляется Баттлфьюри, то фарм дальше идёт очень серьёзно. Ну, есть такой момент, то что вот если ты делаешь барабаны, то тебе нужно идти воевать. Но как мы видим по пику, да, то топ-5 они сильнее вот на ранней стадии, то есть слишком высокий у них прокаст. И в итоге эти барабаны, вот он пока с ним бегает, но делать ему нечего. И если взять вот та уже Феррари, которая, на мой взгляд, это один из сильнейших вообще Эмбер Спиритов у нас на пространстве Дота 2, то он всегда пакует Баттлфьюри, если видеть, что нельзя навязать свою игру вначале. Да, ну, если ты не можешь драться, так действительно, какие ещё тут могут быть варианты? Ну, вот минимум, Рошана идёт в соло забирать флай на этот раз. У нас по-прежнему по деньгам уже 6,5, даже 7000 ведут топ-5, по XP преимущества нету. То есть там 200 голды, 200 XP буквально. Ну, то есть топ-5, да, они сильнее, но вот опять-таки Union Gaming дерутся лучше. И связка жёсткая в летгейме. Представь себе, минус 20 армора на ком-то, и туда прыгает Эмбер Спирит. О-о-о. То с таким парнем ты не шути. Ну, тут видишь, тут у Патмы очень много денег, 12 тысяч, но эти деньги бесполезны, потому что там линка и медас, это бесполезнейшие вообще артефакты. Да, нет, но если медас можно хотя бы, ну, свести на то, что она фармит, да, то... Ну, да, то линка... То линка, она как бы твой фарм не ускоряет, и тебя фактически ни от чего не спасает. То есть ты бегаешь, вот у тебя фулл хп, фулмана... Клипай демеджа спасает раз в 30 секунд. Ну, да, то есть если бы она даже на кого-то вешала свою линкинг-сферу, то тогда было бы нормально, какого-нибудь бэтрайдера или там какого-то пацана, что он спирит. Но здесь даже нету этого. То есть парень, он просто заботится о своем крипстате, о своей статистике и в итоге защищает себя. Чтобы мы тут не говорили, что там он главный фидер и так далее. Да, ну мы тут скажем, что он далеко не главный демедж-дилер, потому что инвокеры демеджа где-то уже 160, а у Мираны у нее вот только 100-150, учитывай. Ну вот сейчас вот начинают появляться уже нужные артефакты у Мираны, что появляется Меллштром, будем надеяться, что очень быстро он превратится в Мжолнир. И он, конечно, начнет радовать. Посмотри, кстати, на Тайдхантер, который бьется с крипом, с големом большим. Он просто ему отнимает ноль хаба. Да, я знаю, в 4 рипл пак абсолютно спокойно вот таких големов Тайдхантер форбит. Просто 4 пачки, которые не наносят ему демедж. И Тайдхантер у нас уже имеет 2300 голды. То есть, похоже, он не хочет собирать себе на врыв. То есть, он просто собирается самого себя сделать жирным и принять весь прокаст. Кирасу! Кирасу, Шиву, там, Хуху, Пайп, все что угодно. То есть, Тайдхантер сейчас будет залетать на ура. Ну, а тем временем врывается на Мирану. Тут врывает... У нас Рубик дал блестящую, шикарную стрелу Мирану. Начинает ее бить, начинает ее нападать всей командой. Не хватает, да, не хватает. Опять-таки, помогло дерево. Казалось, что хватит здесь демеджа, но мы видим... Да, ну, видим, что Слардар слабоват. У него на демедж один армлет. То есть, Мирану под тренд протектором ты так просто не убьешь. Да, у него как и был один армлет, так вот этот один армлет у него и остается. И пока у нас преимущество растет, причем по голде она растет довольно прилично, могу заметить, что... Вот есть Battle Fury сейчас появилась. Да, что у Эмбер Спирита появляется Battle Fury, теперь все меняется. Теперь Эмбер Спирит будет у нас фармить быстрее, а противник будет... Ну, Эмбер Спирит теперь уже и в драках будет полезнее, кстати. На топе сейчас Слардара могут попытаться убить. Дерево уже здесь, дерево будет, наверное, готово ультануть ради Слардара, но пока еще не видят. Вот он ультимейт, вот он Тайтхантер, вот они каски, будет ли Маледикт, да, вот он Маледикт, ультимейт, ну и Кентавр. Хорю Кентавр, извините. Конечно, Слардар тут погибает, его можно... Можно его тут не ловить, его добьет все равно, не хватит ему армлета для того, чтобы выжить, да. Минус. Неплохой минус, хорошо поймали. Да, потратили много что, но в любом случае это того, я уверен, стоило. Была бы у него Манана Астан, он бы с большой вероятностью выжил, потому что он втанковал просто огромное количество дэмэджа, но из-за того, что нечем было сбить этот Станвич Доктор, он в итоге минус полстолба себе получил. Идут у нас на центр, понимают, что нужно дальше прессовать, поскольку Тренд Протектор у нас играет за топ-5, и врывается... Вот тут врывается... Тайтхантер, Тайтхантер все-таки купил блинг, решил он инициировать, понимаешь, что это необходимо. Ну и вот хотят по конец Слардара попытаться что-то придумать, ну а что же вы придумаете-то? Кентавр в отличной позиции, спрятался за кустиком, вот она начинается, наша любимая дотка. То, что надо. Кнопочка номер один, первый некр падает, второй некр падает, и теперь нужно убегать в топ-5, потому что, ну, у тебя нет твоего главного артефакта, да, за 6 тысяч голды. И вот он, книжка 3, то есть он собрал книжку 3, в итоге что он делает? Он подарил 400 голды врагу? Да, и при этом они не могут, они даже когда в пятером кого-то находят, то любой герой от них спокойно уходит. То есть вот... Я, конечно, я люблю хиксы. Да, и мы все вместе любим Эмбера. Эмбер спирита, да. Вот для этого квалификации нужны, ребят, чтобы потом... Я испрок подумал. Перед финалами, что, слушайте, может, минус 20 это не совсем то, что надо, или там минус 40, да? Может, там надо минус 200. Я тем временем напоминаю вам, что на нашем четвертом канале, на втором-третьем тоже дуэстрим, на нашем четвертом канале идет интереснейший матч North American Rejects против Liquid, и там пока 12-8 ведут NAR. Да, я бы даже сказал, что это матч, который фактически решает, кто будет чемпионом в этой группе, то есть вот именно первое место, потому что обе команды показывали блестящую игру против всех команд. Да, и обе пока в ноль играют, никто еще не проигрывал из них. Так, первый день закончить в ноль, это довольно важно. Для морали. Да, ну что, пошли и дальше. Топ-5 надоело, они понимают, что у них, у инвокера и у потмы просто невероятное количество бабла по сравнению с другими за счет этих мидасов. Ну, потому что по деньгам они ведут 12 тысяч, по XP-5 там у потмы 15 тысяч нетворса. Ну, а что у потмы? Мэлстром это все. Вот смотри, подходит, подходит Анис. Вот сейчас есть Хекс, сейчас есть Хекс. Подошли они к Эмбер Спириту, Эмбер Спириту у нас дальше продолжает, ну, своими делами шалить. И нужно просто врываться первыми. Нужно врываться первыми и не позволять спамить, потому что в лобовой дураке они слишком сильные. У Вич Доктора есть Аганим. И он где-то отсюда может поставить вот сюда вард. И это будет очень крутая тема. Только надо действительно зайти, причем надо зайти уже, не давать ему бить надо. Вот все. Вот сейчас прямо забегать с своей командой. Ну, сейчас, ну, ты уже не... Ну, вот все, и закончился наш бровый пуш. То есть, такое ощущение, что в топ-5 первый раз в Эмбер Спириту увидели. Да, да. А Эмбер, опять-таки, зарабатывает себе кучу денег, и он готов состоять долго. Да, время работает у нас на УГ. Топ-5 понимает, что так дело не пойдет, что нужно каким-то образом там зайти, и делают вид, что не отошли. Знаешь, такой рок-скиз-атака. Рок-скиз-атака. Ну, это, кстати, смотри, под инвизом под мы это, возможно, сработает. Но там, по-моему, дерево спалилось. Тайд прыгает хорошо, и можно цеплять, если будет Хекс, но улетает. Очень долго думали, очень долго думали. Но Тайда тут пытается бить. На Тайда прыгнули, Тайда не убьют. Полетел метеорит. Ну, и почему вы уходите? Почему вы уходите? Тайда опять возвращает. Ну, и вот, вот он, вот и все. Нужно гнать, нужно догонять, потому что, ну, нету ничего у нас у Топ-5. У нас вырывается Кентавр, дает блестящий Дабл-Лэш, нападает на Файя, Флайя фокусит минус Айгис. Врывается Эмбер Спирит, начинает нарезать, и как же всем больно. Да, сейчас Эмбер еще и вернется. Там поставил ультимейт. Да ладно, никого не убил вообще Вичдоктор. Рубик, правда, умер. Догоняет Слордара. Цепанули Слордар БКБ бежать. Ну, и тут Санстрайк непонятно куда летит. А вот тут хиксанули Рубика опять, который только что выкупался. Прежде чем убегает Тайддраки. Какой-то сумбур происходит. В итоге убили только одного Рубика, и ради Рубика отдали Айгис. Ну, и Юнион Гейминг отбились. И никого не могут поймать и так далее. То есть, смешная движуха у нас происходит. То есть, все, что нужно сделать УГ, это пережить ультайт Хантера. Они только переживают, и после этого начинают бегать, нос нарезать. То есть, теперь главная их задача, это убивать Вичдоктора. Если они убивают Вичдоктора, то этот герой не сможет у нас 16 лвел в игре получать. И по итогу... Герои начинают на полной катушке рассекать. Очень тяжело бегать против вот этих вот банок. Да, это факт. Три мили героя. Представь, как это... Но они не идут в атаку, они стоят и ждут. То есть, вот идут только в атаку, когда уже там вообще ничего нету. Да. Ну, и теперь я верю, что у нас ребята сделают нужные артефакты. И они их уже сделали. У инвокера уже есть хекс. И теперь нужен какой-нибудь второй фолл вот за этой комбой. То есть, по сути, сейчас основная проблема то, что нечем лежать на месте. И врыв на центр. Врываются покемоны. Вот, вот, ты смотри, там, там, подмадал инвиз. Будет пытаться на кого-то, может быть, напасть. Прыгает Тайт. Вот он ульт. Ну, поймали. С Лордара, С Лордара убили. Блэк Кинг Бар был у С Лордара, но он решил его не использовать. А зачем? Ну, вот подмай, кстати, гонят дальше. Тайт Хантер, Тайт Хантер до конца идет. Тайт Хантер решил просто лететь. Ну, тут хороший-хороший Кинетик Филд и... Тайт, да. Вернули. С Лордар, 40 секунд. А у него нет байбэка. Он только-только купил. Что он купил? Они знают, что он купил, но у него нет байбэка. Он там в курицу, что ли, что-то купил? Нет, кажется. Когда он деньги делал? Значит, у него не было денег. Лол, Тайт захватит. Ультует, Тайт, хорошо. Цепляет в кекс у нас Эмбера. Минус Эмбер. Ну, вот и все. То, что требовалось доказать. Эмбер, байбэк. Так, Патма. Очень битая Патма. Распрыгались. Патма умирает. 66 секунд ее не будет. Связали дерево. Дерево на себя. На Лингармор и отбегает. Тайт. Пошел драться. Тайт. Но здесь дерево проблемы. Врывается Тайт. Толпу цепанули. У нас Кентавра. Кентавр. Погибает Кентавр. Разбыгрался дальше Эмбер. Но Эмбер сейчас играет один. Вот за Union Gaming сейчас играет Эмбер Спирит. И все. И Эмбер сейчас чуть Тайда здесь убьет. А, нет. Ну, не Тайда. Он убьет дерево. Дерево он уже убил. Тайт Хантер идет до конца. Но тут ему, понятное дело, тоже ничего не светит. И Тайт тоже погибает. Т3 Тавр стоит. Бараки стоят. Зачем вот это вот все происходило? Я не понимаю. Ну, то есть. Происходили какие-то драки. Что, куда, зачем, кто дрался, за что дрались. Это не ясно. Эмбер Спирит за один свой байбэк вернул фактически все свое преимущество и при этом левел. То есть его убили, за него получили левел, он вернулся, убил троих и теперь он, ну, еще выше левел. Но по деньгам, вот опять-таки, видят зрители NetWars. Уже 18 тысяч инвокер и Эмбер 10. Но все равно Эмбер становится сейчас нереальной проблемой. У него 1600, да, это хорошо, что его заставляет выкупаться, потому что у него не будет там быстро критов или второго баттлфьюри или еще-то, чего-то еще такого. Сейчас будет пытаться убить инвокера. У инвокера уже 5000 денег. Кентавра прыгает, видит двух некорочей, которые тут начинают ему ману выжигать всячески. 200 голды сверху. Минус мана вся, нормально. Ну, минус мана, 200 голды, 200 голды это хорошо. Можно еще 200 голдишки взять. Ну, а тут инвокер, видишь, уходит отсюда в гоствоке. Мирана у нас, кстати, завершила Джолнир. Теперь у нас есть отличная комбинация с Тайтхантером, потому что если проиграет Тайтхантер, то он начинает сбивать Блинкдайгер, тому же Кентавру и Слартару. И им очень тяжело маневрировать по этой драке. Да, да, кстати, это вариант действительно. И вот сейчас и у Патмы будет, да и в драке вообще на Тайда, если действительно... А ну, прошлые драки мы уже видели, вешался уже Джолнир. Так что сейчас будет, скорее всего, так само. Так же будет делать. Ну, 13-13. 37-ая минута уже. 14 тысяч голды и 5 тысяч экспей. Ведут топ-5. Все у них хорошо. Но вот Эмбер Спирит нехороший для них. Пока они проблему Эмбер Спирита решить не могут. Пока проблему Эмбер Спирита вообще мало кто решить. Может, если у нас игра затягивается. То есть герой показывает чудеса. И Слардар у нас прожал Блэкинг Бар, пока бежал... Ну, пока он бежал. Просто БКБ на равном месте. Ну, вот под вечер это уже нормально. Там в Америке ребята играют уже 3-1-3-1. Да ну, какой 6-й час? С 6 часов вечера они играют по ЦЭТу. С 7 часов вечера это 5. Сейчас уже 4 часа. 9 часов даже больше они уже играют. 10-й уже час заканчивается. Ну, так что он не только играет. Иногда просто ждут. Ну, в любом случае устали уже. И, понятное дело, это последний матч дня для них. Поэтому ошибки возможны. Срегис. Сейчас упадет. Такая тишина. Да, я просто жду сейчас врыва от Эмбера и все умирают. Но Эмбер сюда не придет. Ну, или врыва от Тайда. Мне это больше нравится. У Тайда сегодня получается просто великолепно. У него в 14-м минимум левел. Ну, вот сырый Эгис достается. Топ-5. То есть, опять-таки, не полностью реализовывает свою сторону Дайр. Ближе к Рошану. Заходи. Ну, и качать дальше. То есть, как бы смешно ни звучало, но драться у нас УГ не могут вообще нигде, кроме своего хайграунда. Единственное, что спасает игру, это Эмбер Спирит, который в соло аут пушивает весь, ну, всю атаку. И Топ-5 нужно в очередной раз прыгать. Только в этот раз нужно, чтобы прыгнул Тайд Хантер. И чтобы за ним прыгнула вся его команда на раз-два. Да, как-то очень четко. Инвокер покупает БКБ. И вот теперь это сила. То есть, у нас прыгает Инвокер. Влетает в Эмбер Спирита. Каски урывается. Слардар начинает бить у нас Вич-Доктора. Вич-Доктор убегает БКБ. Пытается бить Вич-Доктора и спасает Вич-Доктора. Должен ставить сейчас Рутимайт. Но его убивает Эмбер. Рубик тоже погиб. Тайд ультует. В Ериху. Ериху тоже погибает. Два в один в суппорт. И все по разваливанию. Сейчас убьют. Убьют Слардара. Слардар. Минус Слардар. Трипл Кирл уже сделала Патма. И это... Это минус 4. Да. Вот что могло быть лучше для Топ-5? Просто к нам пришли ребята с хайграунда и решили... Не дефить его. Для них это просто счастье. Ну и что? И у Эмбера сейчас единственный шанс это вот так вот прыгать. И... Надеяться, что его не хиксанут и не убьют. Что если хиксанут, то он погибнет. И... После этого... Мы видим его и так расстреливать довольно больно. Пытается Эмбер отбиваться. Бла... Ой, как хорошо! Бласт дал флай, но все равно стан дает... У нас Слардар... Да ладно! Да что вообще происходит? Ну все-таки да. Все-таки... Все-таки у Патмы уже слишком... Много артефактов. 22 тысячи нетворца. Это на 10 тысяч больше, чем у Эмбера. Ну и низ сразу, наверное, надо снести. Не надо здание на базе сносить. Не надо здание на базе сносить. Надо сносить низ. Тазики, тазики. Для... Для ГПМа. Да, да, да. Для лучшей статистики на турнире. Ну да, нетворц же все-таки он же имеется. Надо же продолжать, наверное, вот это вот. Ну и видишь, 2000 он нормально себя поднял. И в итоге необычное явление. У нас Тайтхантер теперь является третьим по нетворцу. То есть он уже обогнал и Эмбер Спирта, и Слардара. Но неужели они сейчас уйдут? Они уйдут. Но вообще небольшой разум в этом действии есть. То есть посмотрите, сколько у них голды. Вот сейчас у них очень много денег. То есть у Тайтхантера было 5000 он их потратил. У Мирана 4600 он их потратил. Они отходят, закупаются. Благодаря тому, что били тазики, и теперь у нас. И теперь они вот точно пойдут. Так что, ребят, когда вы заходите в какую-то сторону, и там все пятеро мертвые, вы думаете, идите снасти вторую сторону или нет? Нет. Идите лучше, поубивайте вот эти вот здания. И получите много денег. Да, да, да. И у вас будет шанс стать топ-1 по ГПМу в вашем матче. Да, вы будете смеяться, но это действительно решает. Да, да, да. Для кого? Для личной статистики. Для фанатов, для личной статистики. Да, да. Это очень важно. Все будут говорить, что вы лучшее. Так что, вот так люди к уйдут к успеху постепенно. Но, вообще в доте про это даже не надо говорить. Ввели просто ММР, и сейчас, понимаешь, начинается. Ну, а че-че я играть не буду. ММР ни на что не влияет. Ну, а че-че я играть не буду. То есть народ перепуганный. А тут, если им сказать, что вот вы станете на весь мир известны из-за того, что у вас такой крутой ГПМ, так это же вообще в жизни никто не пойдет на хайграунд. Стоять будет фармить. Что, слоу-граунда, потом убивать тавер. Ну и что, голые бараки. Тайт должен просто идти вот сюда, вот так вот. И вот сюда вот делать уфтимейт. Вот так вот. Вот он план я нарисовал. Давай, давай, туда, давай. Ну, не хочешь как хочешь. Ну, стоим. Битва форжей на форжей. Курим, да, форжей на форжей. Здесь стрела. Рубик уклоняется. И это шанс. Нужно заходить и прыгать прямо сейчас. Все у нас скучно. Все стоят рядом. Если, кстати, убить очень быстро Рубика и Дисраптора, то, ну, в принципе, очень тяжело драться. Если нету особенного Дисраптора, если нету его просто-напросто ульта вот этого, это неприятно. Ну, пытается Патма, который тут заныкался, бьет барак. Не дефит пока Юнион Гейминг. Вот, вот так вот. Патма продолжает стоять связанное. Второй барак без боя. То есть боя нет вообще. Крипы на топе, кстати, продолжают нести Т2 Тавер вот здесь. И очень скоро будут нести, наверное, третью линию топ-5. Ну, на нижней линии к ним даже никто не подошел. И просто забрали сторону, и все. Без боя. Ну, уже 25 тысяч голды и 15 тысяч экспы. Я тут еще, не знаю, может, еще надеются на что-то там, не знаю, болельщики из Перу, но... Наверное, тут... Надеяться не на что. Ну, только раз за то, что они станут в пятером, и у нас в УГ дадут все свои ульты в пятером. Да, или просто они будут стоять, а Эмбер будет прыгать часа два. От Фонтана. От Фонтана. От Фонтана. Ну, норма тембр зашел, распрыгался. Хорошо. Так, вот, подтянулись сюда все остальные. Идет Вич Доктор. Вообще, главное, чтобы попал Эгис. То есть пока у нас лежит Эгис, драться очень тяжело. Из-за того, что вот есть ровно минута, вот за минуту нужно устоять, потому что Мирана у нас начинает наглеть. Вот Мирана просто бьет, смотри, под Алак ретит. Чу-чу-чу-чу. Под армором Трента еще. Вообще пофиг. Вот, уже, уже нет. Так, осталось пол Т-3 Тавера. Надо продолжать. Сейчас Патма опять подойдет. Вот, получит Алак ретит. Получит Ливингер Мор. И пошел дальше. Так, сбили. Сбили Линку. Я думал, сейчас будет врыв. Ну, идет терять Эгис. Сейчас под соул специально. Просто вот, забрали у него Эгис. Нафиг он нужен без Эгиса. Интереснее в Доту играть. И Слардар сразу! Патма липается из-под стана каким-то образом. Дерево ультой. Тайд Хантер! Тайд Хантер! Тайд Хантер! Так и не ультанул, короче, в этой драке. Тайд Хантер. Драку выиграли в ноль, но Тайд Хантер ульт не дал. И вот сейчас! Вот так вот. Иди сюда, в соло Рубика. Причем Рубика еще не добил. Причем не добьет, да? Причем Рубика его может еще и в соло убить. Нет, не убивает. Да, Рубик ему сейчас еще наваляет тут люлей. Да! Ну и вот оно, вот оно. Юнион Гейминг, которых мы два часа назад еще считали одним из фаворитов. В итоге Юнион Гейминг у нас заканчивают день двумя поражениями. Вот такие вот пироги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...